Здравствуйте, мои маленькие друзья! Меня зовут Олеся Клаунесса, я ведущая детских праздников. И у меня для вас, ребята, есть замечательная новость. Если вы любите рисовать сказки, если вы любите слушать сказки, рисуйте сказки и отправляйте вместе с родителями в официальную группу ВКонтакте Детки Непоседки. Вот адрес этой группы, родители обязательно вам помогут это сделать. А самых талантливых ребят мы будем награждать, так что не ленитесь. Ну что, дорогие мальчики и девочки, а сейчас мы будем с вами знакомиться с маленьким и очень смышленым мышонком. Садитесь поудобнее и слушайте сказку на ночь. Сказка называется «Про голодного мышонка». Жил-был мышонок, звали его Пик. Выглянул как-то Пик из норки и говорит «Кушать хочу! Чем бы здесь поживиться?» Выбежал мышонок из норки поискать, чтобы ему съесть. Видит, лежит на полу кукла. Девочка играла и оставила. «Какая красивая кукла! Вкусная, наверное!» – думает Пик. Подбежал к кукле, хватит ее зубами и сразу выплюнул. «Нет, невкусная кукла! Нельзя куклу есть!» Посмотрел по сторонам, видит, лежит на полу карандаш. Красивый, красный! Мальчик рисовал и оставил. «Красивый карандаш! Вкусный, наверное!» – думает Пик. Подбежал к карандашу, хватит его зубами и сразу выплюнул. «Невкусный карандаш! Грызть его можно, чтобы зубки поточить, а в пищу карандашу не годится!» Посмотрел по сторонам, видит, лежит газета. Папа читал и забыл. «Хм, ах, какая вкусная газета! Вот ей я сейчас точно наемся!» – подумал Пик. Подбежал к газете, хватит ее зубами и давай жевать! Жевал, 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 жевал и выплюнул. «Невкусная газета! Не хочется ее кушать!» Вдруг почувствовал Пик, что чем-то вкусно пахнет. Смотрит, лежит на полу кусочек сыра. Кто-то уронил его. «Вот что я сейчас съем!» – подумал Пик. Подбежал мышонок к сыру, хватит его зубами и не заметил, как съел весь кусочек. «Вкусный сыр! Но жаль, что он так быстро закончился!» – подумал Пик. И побежал спать к себе в норку. Вот видите, ребята, какая замечательная история случилась с маленьким мышонком. А сейчас усаживайтесь поудобней, мы будем с вами смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и спокойной ночи. Пока! До завтра, ребята!